Барнаульский планетарий – один из старейших в России. С 1950 года, то есть 70 лет, он размещался в здании Крестно-Воздвиженской церкви. В 2014-м мэрия города и Алтайская епархия заключили соглашение о возвращении помещения церкви. На переезд дали 5 лет, но за это время подходящего места так и не нашли. Соглашение продлили еще на 2 года. К идее переноса планетария горожане тогда отнеслись неоднозначно. Конечно, здесь должен остаться планетарий. Чтобы церковь была, чтобы душу спасали люди. А планетарий можно в другом месте, он на небо пусть смотрит. Идея о переносе планетария в то или иное место возникала регулярно. Так, в одно время обсуждали строительство нового здания для него в Центральном парке города, позже на речном вокзале. Предлагалось принести его и в ДК «Трансмаш». Но вот сегодня уже с большей долей вероятности можно утверждать, что новым домом для него станет кинотеатр «Родина». Впрочем, и это решение барнаульцы восприняли по-разному. Мне кажется, ему там и хорошо в лесу. Мне кажется, в этом месте будет большая посещаемость, чем в Забудном парке. Потому что здесь центр города, здесь очень много студентов, школьников и вообще людей, которые приезжают в наш город. Я считаю, что для планетария нужно отдельное здание, которое строится изначально для планетария. Чтобы там были сразу специальные помещения именно для проведения экскурсий по звездам. Отдельное, специально построенное здание для планетария, конечно, идеальный вариант, считает член Союза архитекторов Максим Максименко. Но все упирается в извечный денежный вопрос. Место для такого здания и тем более финансирование для нового здания найти сложно. И в сложившейся ситуации, в принципе, приспособление здания кинотеатра Родины под нужды планетария выглядит неплохим решением. То есть это исторический центр, историческое здание. И в принципе, если в нем сейчас разместится планетарий, я думаю, все только выиграют. Полтора месяца назад городской комитет по культуре заключил контракт с застройщиком на ремонт зрительного зала в Родине. Сегодня здесь разбирают пол, демонтируют подвесные потолки, а также лестницы и облицовку стен. Правда, по ходу реконструкции пояснили в мэрии. Вносят корректировки в эскиз проекта. Ознакомиться с его окончательным вариантом и рассказать в деталях о переустройстве здания нам пообещали в сентябре. А пока известно, что будущий звездный дом будет иметь 9-метровый купол и новую цифровую систему управления. Анастасия Наборщикова, Анастасия Болотина, Александр Андропов и Александр Лизратов. День с толком.